Беседы с Сократом Беседа первая Эпиграф А человеку свойственно не только ошибаться, но и признавать, в конце концов, свои ошибки, находя верные решения. Этим человек и жив. Сократ, скажи мне, почему в мире, как я думаю, дураков в разы больше, чем умных? Для начала, Афанасий, надо разобраться, кто такие умные, а кто такие дураки. Хотя, надо признать, что это условные понятия, ибо нет абсолютно в природе. То есть, нет абсолютно умных, нет абсолютно дураков. Итак, Афанасий, нам нужно обозначить обстоятельства, условия и определения, кто такие умные и дураки, а также определить общее специфическое частое между двумя этими категориями или понятиями. Сократ, я так еще глубоко не копал. Афанасий, один из признаков дураков, как я думаю, это делать скоропалительные выводы. Я надеюсь, ты иди из таких? Я тоже надеюсь на это, Сократ. Но, кажется, прав был Александр Сергеевич Крепоедов, сказав, что на каждого мудреца достаточно простоты. Ну, насколько я помню, это сказал Александр, но другой, кажется, Александр Николаевич Островский, так и назвав свою знаменитую пьесу. Правда, чуть иначе. На всякого мудреца довольно простоты. Однако, Афанасий, я рад, что ты мыслишь самокритично. Самокритика – это ведь один из признаков развитого интеллекта. А, к примеру, умный не только может написать философский труд, но и раскритиковать его. Дурак же, написав философский трактат, доволен своим трудом, не имея ни капли сомнений в истинности им написанного. И вообще, дураки редко сомневаются в своей правде, признавая истину авторитета, но не признавая авторитета истины. Умный человек скромен и самокритичен, не испытывает потребности доказывать, насколько он умен. И, тем не менее, Сократ есть исключение. А именно, ну, к примеру, Александр Сергеевич Пушкин, «Солнце русской поэзии». И в письме Вяземскому он сообщает, что окончил работу над трагедией Бориса Годунова и пишет, «Трагедия моя окончена». Я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал, «Ай да Пушкин, ай да сукин сын, ай да Пушкин, ай да сукин сын». Видно же, Сократ, что Пушкин, используя антифразис как стилистический прием, хочет сказать, «Ай да Пушкин, ай да гедий». Ну, такому как Пушкин можно заявить о себе как о гедии и незазорно оставить после себя скрижали, как то, «Я памятник себя востевик и рукотворный, тьму не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной». Александрийского столпа, тем более он русской. И потом, во фразе «Ай да Пушкин, ай да сукин сын» для моего слуха слышится самоирония, что является наряду с самокритикой еще одним признаком развитого интеллекта. Сократ, а кроме самокритики и самоиронии, какие еще признаки умного человека можно выделить? Умный человек не занимается беспредметной болтовней, а общаясь предметно, критически мыслит, анализирует, задается вопросами, пытаясь найти истину. И для него вопрос о смысле жизни, вопрос о философском камне – не пустой звук, и это определяет его целеустремленность, а значит, он планирует каждый свой шаг и ценит как свое время, так и чужое. Умный уважает своего собеседника. Ему не скучно находиться в одиночестве, одиночество, можно сказать, его естественное состояние, ибо истину можно найти именно в одиночестве, а не сбившись в стаю, где балом правит суета-суета. Умный, если ошибается, всегда признает свои ошибки, и ему не зазорно. Умный не страдает такими человеческими слабостями, как то зависть, ревность, лень, страх, трусость, чревоугодие, сладострасти или похоть. Умный всегда стремится к благоразумию, справедливости, умеренности, я имею в виду четыре кардинальных добродетеля, выделенные еще Марком Аврелием. Получается, умный – это Супермен? Я лишь назвал общие признаки, свойства и складности умного человека. Но, разумеется, какие-то признаки выше обозначенные у умного человека отсутствуют, какие-то преобладают, компенсируют недостающего признака. А в целом можно отличить умного от дурака. По сути, назвав и кратко описав признаки умного, мы невольно обозначили и признаки дурака. То есть дурак не самокритичен, не обладает чувством самоиронии и, как правило, приписывает те дурные качества другим людям, присущие именно ему. То есть дурак всегда переводит с больной своей головы до здоровую голову другого, или, как это принято сейчас говорить, пытается опустить с другого до своего плитуса. И, кстати, в этой связи я бы хотел обозначить еще один признак умного человека. Умный не реагирует на критику дураков в свой адрес, зная себе цену. И опять же, хочется вспомнить пушкинские строчки. «Веленью Божью, о, мусе, будь послушна! Обиды не страшась, не требуя венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай голубца!» Итак, с умными дураками мы, Афанасий, определились. А теперь сам ответь на свой же вопрос. Почему в мире дураков в разы больше, нежели умных? Едва ли теперь я смогу ответить на этот вопрос, Сократ. Афанасий, я рад, что ты выбрал путь умного человека. Я и сам не знаю ответа на этот вопрос. Я лишь могу сказать. Наступают времена, когда нельзя быть дураками, Ибо это смерти подобно. А человеку свойственно не только ошибаться, Но и приставать. В конце концов, свои ошибки, находя верное решение. Этим человек и жив. Джохангир Абдуллаев, беседы с Сократом, читал автор. 1 июля 2024 год. Ну а сейчас переходите к прослушиванию других аудиокниг, Кликнув на одну из четырех ссылок, указанных на видео. Абдуллаев, беседы с Сократом, читал автор. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...